110 дней просрочки, нарушений на 33 миллиона рублей и недоделки, которые не устранили даже спустя год после сдачи объекта. Контрольно-счётная палата представила депутатам итоги проверки целевого использования бюджетных средств при капремонте 44-го детского сада. Здание ремонтировали два с лишним года. Из бюджета на капремонт выделили более 107 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступила фирма «Магистраль», которая забрала себе 5% от суммы контракта и наняла субподрядчика. Первой субподрядной организацией, которая занялась ремонтом детского сада, стала «Русинвест». Была такая подрядная организация «Русинвест», которая сюда вошла и своими нерациональными, неправильными подходами к ходу выполнения работы, она задержала буквально начало ремонта этого садика. Недобросовестного субподрядчика сменили на строительную компанию инженерной системы Сарова, которой сначала пришлось устранять недоделки за своим предшественником. Напомним, капитальный ремонт в 44-м детском саду должен был закончиться 15 августа 2019 года. Фактически, акты о приёмке отремонтированного здания подписали спустя 3,5 месяца – 3 декабря. Заказчик принял детский сад с дефектами и недоделками по 54-м наименованиям. Некоторые нарушения не устранили до сих пор. Одно только приведу. Так, электрооборудование физиокабинета не соответствует ОСТУ, в результате чего кабинет не функционирует. Как я уже сказал, 27.01 передано это здание в эксплуатацию прошлого года, то есть год уже. В результате чего кабинет не функционирует, а приобретённое учреждением оборудование физиокабинета не используется. Следовательно, расходы на ремонт и оборудование данного помещения являются нерезультативными расходами. За два года ремонта условия контракта не раз нарушались обеими сторонами. Такое заключение сделали аудиторы. Так, заказчик Управления капитального строительства вносил изменения в объёмы работы материалы, не штрафовал подрядчика за нарушения, оплачивал непредвиденные работы по документам, разработанным с нарушениями. Временно исполняющий обязанности начальника Управления капитального строительства в ответном слове не согласился с некоторыми пунктами акта проверки. К замечанию, при исполнении муниципального контракта допустим изменение существенных условий контракта в часть замены одних видов и объёмов работ материалов на другие в рамках твёрдой договорной цены, без заключения соглашения к муниципальному контракту. То есть, вот, основная претензия – это то, что не было заключено соглашение к муниципальному контракту. Значит, эти недостатки частично принимаем. Значит, в процессе выполнения работ в проектной документации и смертной документации были выявлены неточности. Ну, это общая известная практика. По результатам проверки контрольно-счётная палата направила в администрацию представление, а в прокуратуру – копию акта проверки. Депутаты предложили запросить у ведомства, какие меры прокурорского реагирования будут приняты по этим нарушениям.